привет всем это люк из команды destiny окончательная форма это кульминация десятилетнего путешествия путешествие начавшееся на космодроме привело вас на луну венеру марс риф и за его пределы это путешествие закончится внутри путешественника когда вы окажетесь лицом к лицу со свидетелем но встреча со свидетелем это еще не конец второй судьбы и это определенно не конец destiny после того как вы встретитесь со свидетелем мы расскажем вам что будет дальше в действие нету и за ее пределами мы скоро увидимся с вами работа над окончательной формой была потрясающим проектом количество креативности количество дизайнерской работы количество всех этих элементов собранных месте было вдохновляющим я подумала ребята вы это видите вы ребята это видите это выглядит потрясающе я думаю что мы окажем довольно большое влияние и это сильно встряхнет ситуацию и мы просто хотели дать вам представление о том над чем мы работаем мы отправляемся в бледные сердца струны странника, и странник выбрал вас, хранителя, в качестве своего защитника. Это наделяет нас даром, которого у нас никогда раньше не было. Один из концепт-художников на раннем этапе работы над проектом создал этот очень запоминающийся образ стража в светлой и темной броне. Мы думаем, что нам действительно нужно это в окончательном виде. Это высшая форма работы хранителя, позволяющая создавать свет и тьму одновременно. Мы создаем призматик именно для этого. Призматический — это новый подкласс в окончательной форме, в котором вы можете комбинировать определенные классовые способности из разных типов урона. Получение света и тьмы и овладение ими. Никто раньше этого не делал. Похоже, что свидетель манипулирует энергиями подобным образом. Но свидетель не является мастером света и тьмы. Вы им являетесь. Страж, как и все игроки. В призматик под вашей суперпанелью есть измеритель освещенности и измеритель темноты. Когда вы наносите урон либо светлым, либо темным уроном, он заполняет соответствующие стороны счетчика. Как только обе стороны заполнены, вы получаете новый уровень силы, который мы называем трансцендентностью. Я люблю трансцендентность, потому что вы делаете эти крутые движения. Для колдунов у нас есть классная мистическая поза. Охотники собираются сделать это круто. Титан один и мы — это череп. Пока вы трансцендентны, вы получаете новую уникальную гранату, которая сочетает в себе как свет, так и тьму. Охотники получают комбинацию огня и льда. Титаны, прядь и дуга. Для чернокнижника стазис и пустота вместе взятые. У вас есть бонус к урону от оружия, который суммируется с другими бонусами к урону от оружия. Ваши гранаты и рукопашный бой мгновенно возвращаются, когда вы применяете трансцендентность, так что вы можете использовать их последовательно. Это действительно захватывающе. Это так вкусно. Мы рассматриваем призметик как продвинутый подкласс, в котором у вас есть больше возможностей для создания сборки, больше потенциальных комбинаций, больше фрагментов, чем обычно, и больше слотов для их размещения, чем обычно. Это очень много комбинаций. 23 часа ровно. Нет, я просто шучу. Я не знаю, я всего лишь художественный руководитель. Я думаю, что в призметик создается впечатление, что вы создаете комбинации, которые не должны быть вам по силам. Я не собираюсь врать, что это немного нарушает правила игры. Немного. Совсем немного. Вы скажете, о нет, что же я наделал. Я собираюсь провести здесь всю ночь. Дело не только в умении управлять светом и тьмой. Дело не только в одновременном использовании множителей. Речь идет о том, чтобы понять, как они работают согласованно и действительно интересным образом. Мы как бы выходим за границы света и тьмы. Есть все эти подклассы, которые действительно находят отклик у людей. И теперь вы, наконец, можете объединить их и заставить вашего собственного опекуна почувствовать себя уникальным человеком. Это действительно открывает двери для неожиданных по-настоящему диких вещей. Мне нравится быть охотником, играть в азартные игры с порохом и взрывать их. А потом мы говорим, о, подождите, подождите, подождите. А что, если бы вы могли замедлить врагов? Вы могли бы выбрасывать свои сюрикины, а потом еще и взрывать их. И это вроде как нормально. Я и не думал, что когда-нибудь смогу делать эти две вещи одновременно. И вы хотите сказать, что я могу делать столько, сколько захочу? Вы можете бросить испепеляющий клинок в ближнем бою и, как бы подбрасывая его между кучкой людей, получить примерно три убийства в одном ближнем бою. И теперь ваша игра с порохом, как бы, полностью заряжена, верно? И так далее. Некоторые взаимодействия, я думаю, становятся намного проще только потому, что мы как бы сделали некоторые аспекты немного более разрешительными. Немного более свободными. Так что, как и в случае с игровым тестированием, я, вероятно, буду использовать колдуна с билдом «Молниеносный всплеск», где у вас есть волшебная игла для трех атак ближнего боя. А затем вы комбинируете это с «Молниеносным всплеском». Вы можете добавить к этому мрачного Наблюдателя, чтобы немного усилить контроль над толпой, или вы можете добавить Пожирателя. И вот вы, знаете ли, прыгаете в воду, ударяете молнией, и это убивает кучу всего. Вы активируете Пожиратель. Это дает вам возможность эффективно поддерживать бесконечное количество энергии, чтобы оставаться в бою. Как Титан, вы можете просто быстро начать использовать свои способности лучника, чтобы поразить всех врагов вокруг вас, а затем добить их с помощью крутых клинков Стрэнда. И мне так приятно видеть, как быстро вы двигаетесь. Это очень похоже на забавную разрушительную конструкцию, с помощью которой вы можете просто уничтожить все вокруг себя. Это очень весело. У меня был такой момент, когда я подумал, подождите минутку. Я мог бы разослать нитевидные нити и получить мрачного Наблюдателя. Это просто создает момент эскалации в бою, и я думаю, что это действительно захватывающе для меня. Если вы объедините Блик Водча и Фидзе Войд, вы уничтожите свою гранату, чтобы выбросить своего Блик Водча наружу. И таким образом вы знаете, что это блокирует все с помощью стазиса, контролируя толпу. Вы можете довольно легко убрать все это с помощью, но узнаете наркановые иглы ближнего боя, которая содержит три заряда. Эти способности активируют Пожиратель, что дает вам больше энергии гранаты при каждой активации Пожирателя, что позволяет вам зацикливать своего Мрачного Наблюдателя. Таким образом, у вас может быть несколько Мрачных Наблюдателей на поле боя, которые замораживают все вокруг. Вы просто запускаете свои крутые стренды в ближнем бою, и все умирает, и это здорово. Примите вызов типа, как нам сделать так, чтобы вещи, которые изначально не были предназначены для совместной работы в одной сборке. Например, как нам их скручивать, деформировать, толкать и тянуть то туда, то сюда, чтобы заставить их работать вместе. Знаете, я в восторге от того, что все игроки любят рассказывать о своих любимых комбинациях. Я просто с нетерпением жду всех видеороликов, которые люди снимают о своих собственных сборках с их собственной экзотикой, с которыми они сочетают это, чтобы создать вот такие потрясающие сборки. Мне кажется, что это бесконечно, и я действительно взволнован этим. Продолжение следует... В окончательном виде мы собираемся создавать эти новые предметы экзотического класса. Эти новые предметы экзотического класса позволяют вам красть перки в других экзотических предметов и объединять два перка в один экзотический предмет. Бонусы, которые они получают, на самом деле выпадают случайным образом. Единственное, что будет забавно, это поискать эти бонусы, а затем найти различные комбинации, которые действительно хорошо работают. Все эти предметы нового класса созданы для того, чтобы быть призматичными и создавать приятные ощущения. Так что все дело будет в улучшении ваших телосложений, в сочетании света и тьмы, в достижении трансцендентности и в том, что делает трансцендентность. Они также очень хорошо смотрятся. Мы хотели, чтобы эти предметы были классными и выделялись на общем фоне. У них есть две колонки с привилегиями, которые отражают особенности других экзотических предметов. Предметы экзотического класса помогут вам делать то, что другие классы считают своим, но теперь они ваши. Мне удалось получить для своего билда охотника, замедляя их, взрывая их роль в экзотическом плаще, благодаря которому он стал настолько мощным, что убийства в ближнем бою вызывали воспламенение врагов. А также я мог бы получить дополнительный заряд уклонения, чтобы одновременно наносить дополнительный медленный удар по врагам. Мы хотим, чтобы он выглядел немного разбитым. Мне определенно показалось, что у меня на плаще было два экзотических предмета, что отчасти соответствовало моему намерению. Вы хотите, чтобы у вас возникло ощущение, что вы немного придерживаетесь правил. Это просто открывает простор для смешивания и подбора сочетаний таким образом, что, я думаю, будет просто забавно посмотреть, какие сочетания люди находят и какие им нравятся, и что становится мета. Они выглядят потрясающе. У них есть визуальные эффекты, которые активируются, когда вы становитесь трансцендентным. Это действительно вписывается в общую тему. Но кроме того, игровой процесс, который по сути крадет экзотические черты у других экзотиков и даже у классов, которые не являются вами, добавляет им пикантности. А также тот факт, что это случайные роли, вам захочется продолжать искать подходящую для ваших сборок. Продолжение следует... Ужас, это новая фракция свидетелей. Когда вы видите этих новых персонажей, они не только выглядят уникальными и новыми, но и вы видите как бы сквозную линию, которую мы выстраивали на протяжении многих лет и которая связывает все это воедино. А вы уже видели члена ужаса раньше. Возможно, вы помните, что в прошлом году видели, как Мучитель широко выступал. Ну что же, это был всего лишь первый эпизод. У вас появился целый список новых врагов, таких как Мучитель, Покоритель, Ткач, Слуга, Гримм и Шелуха. Это как бы олицетворение того, что вы становитесь свидетелями появления этих новых врагов. Мрачный, вероятно, один из моих любимых новых врагов, которые появились у нас в Дестине. Я думаю, что в некотором смысле это просто воплощение ужаса. Это летучая мышь с пистолетом. Это летучая мышь с пистолетом. Да, именно так. Но она не кричит и летает по всему полю боя. Такого профиля мы никогда не видели в Дестине. Сейчас перед вами первый летающий персонаж с настоящими крыльями. Они могут визжать, и если это попадет в вас, то подавит ваши способности. Это также замедлит вас. Произошло нечто такое, что сразу же привлекло внимание команды и заставило нас задуматься. Мы должны это сделать. Мы должны создать этого персонажа. Хаск — это боец ближнего боя, у которого есть невероятно опасные на вид клинки, и он собирается выполнять крутые акробатические атаки. Они причиняют боль. У них есть два таких очень острых оружия ближнего боя, и они просто бросаются в атаку с этими штуковинами, а мы просто режем их на кусочки. Они действительно опасны, особенно в группах. Если вам удастся убить шелуху, будьте осторожны, потому что если вы убьете ее неправильным способом, то то, что находится внутри оболочки, может вырваться наружу и отправиться на поиски тебя. Гейст убил меня сильнее, чем я хотела бы признать. Теперь каждый раз, когда я вязываюсь в драку, я оглядываюсь по сторонам и думаю, а нет ли где-нибудь шелухи? А есть ли где-нибудь шелуха? Потому что я нацелена на этого первого. Ткачиха и служащий — это наши нити и стазисы, которые были изменены свидетелем. Мы хотели показать влияние темных сил на этих персонажей. У них есть способность к стазису, которая может выстрелить в вас и заморозить. У них есть способность нить, которая протащит вас через поле боя. Тот факт, что вы можете быть отстранены от игры и застыть на месте, просто придает борьбе новую динамику. Ткачиха делает то, чего мы никогда раньше не делали. Она выпускает целую мощную волну прядей. Если эта штука ударит вас, она будет почти как резиновая лента. Она как бы оттягивается назад и как бы защелкивается, и это притягивает вас к этому персонажу. Когда один персонаж делает это с вами, да, вы можете с этим справиться. Как только появляется несколько персонажей, которые пытаются тянуть вас в разные стороны, вам нужно подойти к этому по-другому. Мы действительно в восторге от всего, что мы делали для придания окончательной формы. Мне просто кажется, что во всем этом есть какая-то действительно крутая сквозная линия. Это кульминация путешествия The Guardian за последние 10 лет. Мы хотели создать что-то действительно веселое, захватывающее и привлекательное для игроков. Удивительно видеть, как это первоначальное вдохновение воплощается в жизнь в окончательном виде. Уходим! Быстрее! Держим! Свидетель привнес тьму внутрь Странника, чтобы превратить свою угрозу в нашу общую погибель. Стража что-то изменилось. Это новая сила. Я ее чувствую. Держи! 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 Возьми эту силу, Страж Не страшись тьмы Ведь мы несем свет надежды Продолжение следует Продолжение следует